Всем привет! Продолжаем играть в Fallout 2 Ну и, как всегда, я зачитываю Пока, как всегда, книгу Совершенный код Стива МакКоннела И сегодня продолжим 10 главу Это общие принципы использования переменных А для начала надо загрузиться И в прошлом сохранении я был еще в аббатстве Насколько я помню А вот сейчас я загружаюсь, я уже не в аббатстве Короче, я там побегал Я не помню, какая цель была Но мне надо было побегать По-моему, что-то продать, перепродать Короче, вот я побегал Встретился с одними, другими, третьими Хорошими, нехорошими людьми Ну и в результате мой третий напарник помер Да и фиг с ним Он мне не нравился, короче, давно уже Поэтому помер и помер Остались только Вик и зомби Да и денег у меня на самом деле нету Чтобы их всех обеспечивать И сейчас я нахожусь в Таком поселении, которое называется Broken Hills Это шахтерский городок Но здесь он у нас мутанты То есть я с этим большим пообщался Спросил, что это они не нападают на людей И он говорит Это было давно Сейчас все поменялось Поэтому не нападают Ну я тут особо много еще не ходил Вот сейчас как раз начну ходить Узнавать, что тут, да как тут Ну И продолжим Так Ага, этот, этот, этот Ну может быть вещи какие-то попродавать У меня в принципе не так уж и много Есть вещей, которые можно продать Но хотелось бы взять какой-то уровень Следующий Так, вроде ничего нового нет Ну ладно Тогда продолжим Продолжим По советам всяким, да Итак Общие советы по минимизации Области видимости переменных Инициализируйте переменные Используемые в цикле Непосредственно перед циклом А не в начале метода Содержащего цикл Следование этому совету Снизит Вероятность того, что при изменении цикла Вы забудете изменить Инициализацию Используемых в нем переменных Если же цикл будет вложен в новый цикл Переменные будут инициализироваться При каждой итерации нового цикла А не только при первой Ёлки-палки, а это что такое? Не присваивайте переменной Значение вплоть до его использования Вероятно, вы знаете Насколько трудно бывает найти строку В которой переменной было присвоено ее значение Чем больше вы сделаете для прояснения того Где переменная получает свое значение Тем лучше Желательно даже при инициализации переменной Сразу присваивать ей какое-то значение Вплоть до того, что это вызов какой-то функции Которая там что-то вычисляет Возвращает результат И этот результат вы сразу же присваиваете переменной То есть Инициализируете переменную И сразу же Ну каким-то значением То есть не очень удобно Или хорошо иногда Когда у вас список переменных в начале функции Там длинный список А потом по коду разбросана их инициализация То есть Так, этот счет объелся Фу-фу-фу-фу О, ну тут можно Я, короче, побегаю и пособираюсь Так, дальше Начинайте с самой ограниченной области видимости И расширяйте ее только при необходимости Чтобы минимизировать область видимости Переменной Постарайтесь сделать ее как можно более локальной Область видимости гораздо сложнее сжать Чем расширить Иначе говоря Превратить глобальную переменную в переменную класса Сложнее, чем наоборот Подход к минимизации области видимости переменных Часто зависит от точки зрения на вопросы удобства И интеллектуальной управляемости Некоторые программисты делают Многие переменные глобальными Для того, чтобы облегчить доступ к ним И не беспокоиться О списках параметров и правилах области видимости В их умах Удобство доступа к глобальным переменным Перевешивает Связанную с этим опасность Другие предпочитают делать переменные Как можно более локальными Потому что локальная область видимости Способствует интеллектуальной управляемости Чем больше информации вы скрыли Тем меньше вам нужно удерживать в уме Каждый конкретный момент времени И тем ниже вероятность того, что вы допустите ошибку Забыл одну из многих деталей О которых нужно было помнить Разница между философией удобства И философией интеллектуальной управляемости Сводится к различию Между ориентацией на написание программы И ориентацией на ее чтение Максимизация области видимости Может облегчить написание программы Но программу, в которой каждый метод Может вызвать любую переменную В любой момент времени Сложнее понять, чем код Основанный на грамотно организованных методах Сделав данные глобальными Вы не сможете ограничиться Пониманием работы одного метода Вы должны будете понимать работу Всех других методов Которые вместе с ним Используют те же глобальные данные Подобные программы сложно читать Сложно отлаживать И сложно изменять Так что ограничивайте область видимости Каждой переменной Минимальным фрагментом кода Можете ограничить ее одним циклом Или одним методом Великолепно! Не получается? Ограничьте область видимости Методами одного класса Если и это невозможно Создайте методы доступа Позволяющие использовать переменную Совместно с другими классами Голые глобальные данные Требуются редко Если вообще такое бывает Так, что-то тут много Каких-то зданий Комнатушек В ящиках Ничего нету Как-то бедненько Бедненько тут Этот доктор Походу какой-то Сейчас подойдем к нему Да, один из моих друзей Ранен Вика Сколько я заплачу? Сколько хоть стоило? 50, да? Так, сплетни Об этом городе Я не читаю Кстати, это все Так Лекарства О, он тут заряжен Да, О, Радрикс Ничего себе Сколько они стоят Палку Что-то палка дешево стоит Ладно Сейчас скинем ему Вот это все Сколько там ему надо Короче 11171 Еще, да? Вот так вот А сейчас с Виком Надо перейти А это что, водка? А, рентгенрома Нафиг У меня где-то был Или я продал О, уже темно До утра сейчас переночую Так, сохранюсь-ка я И надо с Виком Перетереть У него Или вот с этим Что-то у них вроде было Гамма-глоток Пойло Пистолет Чем он стреляет Короче Вот это я, наверное Заберу Десерт Пусть у него останется Вот это я этим Никогда не пользуюсь И сейчас у Вика Что-то надо Забрать И продать Так Торговать Ого По-моему Одна штука Тысячу Стоит как раз Они Да Тут у него есть Какие-то Какие-то Для Десерт Игла Патрончики А, он тоже По-моему С Десертом ходит Ну да Ладно Сейчас я парю Этому доктору Этот Пистолет Пулемет 1093 Есть Так И чего У него осталось 400 Да А ну-ка Не 140 А это сколько 340 Ну пойдет Так Готово 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 Анкер 1 Почем Ого 9 Ну пока Мне не надо Так Ладно У меня вроде Какой-то квест Уже был Кто-то Снимает ли Деньги Так Я наверное А Давайте Еще сюда Сбегаю Так Ладно Следующая тема У нас Это Персистентность Это Еще одно Слово Характеризующая Характеризующая Сколько Вы им Позволяете В java И Еще Переменные Живут Всегда Такими Переменными Могут быть Значения Которые Вы храните В базе Данных Между Запусками Программы Так Например В случае Интерактивной Программы Позволяющей Пользователям Настраивать Цвета Экрана Вы могли Бы Хранить Эти Цвета В файле Считывая Их При каждой Загрузке Программы Так Что он Тут Ты С нами Нет Что-то Он Задумал Надо Об этом Настучать Ладно Ничего Нет Так Что-то Тут Все По Нулям Ладно Это Что У нас Это У нас Наверное Вход Откуда-то Отсюда А Это Караваны Я Понял А это Что-то Говорил Что-то Там Узнать Поводу Караванов Ладно Кто Это Марку Шериф Так Я Хочу Кое-что Думаю Есть У них Есть Какой-то План Ух ты Две с половиной Очков Опыта Получил Ёлки-палки Почти Новый Уровень Я Раскрыл Заговор Против Мутантов О А ну Ка Да Так Дальше Какова История Так Чё-то Был Ты Был А Я Я Это С Ним Уже Обсуждал Что Нового О Заяц Где Можно Найти О Люди Пропали Конеч Конеч Смотрите Сколько Квестов Понабирал Найти Пропавших Людей Хорошо Сейчас Мы Сюда Зайдем К Этим Типочкам Так А пока Идем Дальше Главная Проблема Персистентности Возникает Когда Вы Предполагаете Что Переменные Существуют Дольше Чем Есть На Самом Деле Переменные Похожи На Пакет Молока В Холодильнике Предполагается Что Он Может Храниться Неделю Иногда Он Хранится Месяц И С Молоком Ничего Не Происходит А Иногда Молоко Скисает Через 5 Дней Переменная Может Быть Столь Же Непредсказуема Если Вы Попытаетесь Использовать Значение Переменной После Окончания Нормальной Длительности Ее Существования Получите Ли Вы Ее Прежнее Значение Иногда Значение Переменной Скисает И Вы Получаете Ошибку В Других Случах Компилятор Оставляет Старое Значение Неизменным Позволяя Вам Воображать Что Все Нормально Проблем Проблем Подобного Рода Можно Избежать Включайте В программу Отладочный Код Или Утверждение Для Проверки Важных Переменных На Момент Допустимости Их Значений Если Значения Недопустимы Отображайте Предупреждение Рекомендующее Приступить К поиску Неверной Инициализации Завершив Работу С Переменными Присваивайте Им Недопустимые Значения Скажем После освобождения Памяти При помощи Оператора Delete Вы можете Установить Указатель В Ну Исходите Из того Что Данные Не Являются Персистентными Так Если При Возврате Из Метода Переменная Имеет Определенное Значение Не Предполагайте Что Оно Будет Таким Же При Следующем Вызове Метода Это Правило Не Актуально Если Вы Используете Специфические Возможности Языка Гарантирующие Неизменное Значение Переменной Такие Как Ключевое Слово Статик Языков C++ И Java Так Что Он Тут Можно Ли Ему Доверять Откуда Он Получает Свои Деньги А Его А Где Этот Чат Кто Чат Так Это Ж Был Не Чат Нет Так Это Бил Работу Какую Работу Навоз Убирать Пойду С Караваном Ладно Короче Пойду В новую Локацию Чат Что-то Не знаю Вроде Нету Тут Никакого Чеда Или Чада Так Ладно Идем Дальше Выработайте Привычку Объявлять И Инициализировать Все данные Перед Их Использованием Если Видите Обращение К данным Но не Можете Найти Поблизости К команду Их Инициализации Отнеситесь К этому С Подозрением Так Живой Район Живой Район Ну Начнем С самого Начала Что ли А как Сюда Зайти Походу Никак Ладно Сарайчик О О Картина Валяется Ничего себе Наверное Надо Она кому-то Наверное Она кому-то Нужна О Зажигалка А Кстати В этом Обаце Я этому Там Укуриному Принес Зажигалку Но мне За это Ничего не дали Никакого Опыта Ничего Так Откуда Где Посыпает Электростанция Если бы Тебе Выбили Небольшие Квоты Мощности Так Где Находится Электростанция Кто Вы Так Картина Мы Подмутим Она Все Валяется Тут Пишут Типа Много Мух Летают Да Да Пробовал Пробовал Чтобы Не Слетались Это Не Потеть Понятно Короче Надо Помочь Ему Электричеством Типа Типа Я Понял В Ньюрина Надо Сходить Там Ренеско Найти Ренеско Даст Какую Запчасть Че Можно Сразу В Ньюрина Исходить А потом Уже Полезть В шахту И все Такое Давайте Наверное Сейчас Я тут По домикам Еще Пробегу И пойду В Ньюрина Ай Блин Ньюрина Не надо Там же Этот Или Ладно Сходим Тут проблема Такая Заходишь В одну Локацию Потом Вторую Третью В результате Толком Нигде Квестов Не повыполнял Ну Рассеиваешь Свои Внимание Ничего Не выполнил И бегаешь Бегаешь Туда Сюда Ладно Всходим В Ньюрина Так уж И быть Я хотел Туда На Тачили Подъехать Ну Ладно Видимо Не судьба Или 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 Не Полезу Я В шахту Кого Там Убью Уж По-любому Возьму Уровень А после Этого Можно Будет Сходить В Ньюрина Или еще Куда Нибудь Точно Так Надо Этого Нагрузить А то У меня Уже Барахла Немало Картина Не Картина Я наверное Оставлю Потому что Это скорее всего Какой-то Квестовый Предмет А вот Тут Это Все Вот Это Все Я скину Хотя Немного И скидывать Сигареты Блин Ладно Так Ладно Идем Дальше Следующее Время Связывания Одним Из Аспектов Инициализации Серьезно Влияющим На удобство Сопровождения И изменения Программ Является Время Связывания То есть Момент Когда Переменная И ее Значение Связывается Вместе Связываются Ли Они При Написании Кода При его Компиляции При загрузке При выполнении Программы В другое Время То есть Это такие Вопросы Иногда Выгоднее Использовать Как можно Более Позднее Связывание В целом Чем позже Вы Выполняете Связывание Тем более Гибким Будет Ваш Код Ну Имеется Ввиду Здесь Есть Примеры Кусков Кода В которых Связывание Происходит На этапе Инициализации То есть Объявляется Переменная И сразу Инициализируется Каким-то Значением То есть И Вот здесь И происходит Это Связывание О Сапожки Сапоги Надо А Кстати Сбегал Я в ту Яму Помните Там В самом Начале Игры Было Отремонтировал Генератор Но Зайти Внутрь Не смог Ну Лифт Не работал Почему Не работал Потому что Надо Взломать Двери А чтобы Взломать Двери Надо Электронную Какую-то Отмычку Вот Так Поэтому Сейчас Найду Электронную Отмычку И Опять Сбегаю Туда А там Скорее Всего Наверное Хорошие Ништяки Есть Если Ну Такой Уровень Защиты То есть Надо Было Сначала Отремонтировать Потом Добыть Электронную Отмычку Потом Сломать Опять Что-то Тут Пусто Так Так Вот Вот Эти переменные Инициализируются И Ну Создаются И сразу Инициализируются Каким-то Значением То есть Вот это Как раз Как я уже И сказал Во время Связывания Ну Я не знаю Как его назвать Быстро Так Так А что Что-то Запершило А что Он не Может Ну Вот Эти И надо Доставляют Вот эти Спутники Они Станут И И Фиг Пройдешь В целом Чем Раньше Время Связывания Тем Ниже Гибкость И Ниже Сложность Кода Что-то Первых Двух Вариантов То Именованы Константы По многим Причинам Предпочтительны Магических Чисел Ну В данном Случа Здесь Были Два Примера В которых Просто Создавались Константы Ну Перемены Глобальные Они Были Константами И Присваивались Каким-то Значением Ну Там К примеру Color Blue Равно 0x F А Title Bar Color Равно Color Blue То есть Это Можно Сказать Именованные Константы Для того Чтобы В коде Не Использовать Магические Числа Так Вот Что Касается Этих Первых Двух Вариантов То Как бы И тут Можно Получить Гибкость Обеспечиваемую Именованными Константами Просто Используя Хорошие Методики Программирования При Дальнейшем Повышении Уровня Гибкости Повышается И сложность Нужного Для Его поддержания Кода А вместе С ней И вероятность Ошибок Так как Эффективность Программирования Зависит От Минимизации Сложности Опытный Программист Будет Обеспечивать Такой Уровень Гибкости Какой Какой Нужен Для Удовлетворения Требований Но не Более Того Так Это Какой-то Профессор Конечно Ловкость И Че Ух ты Так Короче Я прошел Какой-то Тест И Че И Че Ну В любом Случше Мне Дали Новый Уровень Если Мне Дали Новый Уровень То Я Ну Че Делать Буду Качать Легкое Оружие Вот Так Наверное И И Блин От Это Жалко Нельзя Уменьшить И Че Б Еще У Мне Взлом Наука Ремонт Давайте Ремонт А то Мне Я Так Смотрю Надо Много Че Будет Ремонтировать О Пусть Будет 61 Так Сколько Там До Нового Уровня Сколько До Нового Уровня О 10 1000 Так Я Хочу Пройти Один Из Давайте Глаза Или Сообразительность Да Да Давайте И Че Мат Ты Типа Со Скорпионом Шахматы Играл Офигеть Ладно Еще Раз И Глаза Давайте Про О Нормально 500 Очков Тоже Приобрел Опыта Зашибись Так Ладно Идем Дальше Связь между типами данных И управляющими структурами Между типами данных И управляющими структурами Существуют четко определенные отношения Впервые описанные Британским ученым Майклом Джексоном Ну и Дальше Вкратце Они Будут Обсуждены Джексон Проводит связи Между типами данных И соответствующими Управляющими структурами А что тут закрыто А как взломать Что-то подтормаживает Везлом Да Двоечку Ломайся Какой-то Особенный Написали Ладно Так А что я собрался Идти в шахту Не идти Все-таки Наверное Все-таки схожу Потом сбегаю В нее Ирина Или не идти Короче Сейчас по домикам Этим пройдусь Так Да Потому что Моя жена Пропала О Я поищу Как она выглядит Блондинка Очень сексапильная Это хорошо Что-то тут курят Все Смотрите Вторую пачку Нашел уже Так Еще сюда Надо бы Надо сходить Вот Сейчас схожу Сюда Наверное Полезу в шахту Так Это какие-то Гули Гули Так Ладно Идем дальше Так Последовательные данные Соответствуют Последовательности Команд Что это такое? Последовательные данные Это набор блоков Данных Используемых В определенном порядке Если у вас есть Пять команд подряд Обрабатывающих Пять разных значений Они формируют Последовательность команд Если бы вам нужно было Прочитать из файла Последовательные данные Фамилию сотрудника Это номер карточки Социального обеспечения Адрес Телефон И возраст Вы включили бы В код Там Что там В код Последовательность команд Ну то есть Одна команда Шла бы за другой Прочитать имя Фамилию И т.д. И т.б. То есть это Это называется Последовательные данные Соответствуют Последовательности команд Ну это то что там Описал этот ученый Майкл Джексон Дальше Есть еще такое понятие Которое он написал Это Селективные данные Соответствуют То есть это Последовательные данные А есть Селективные данные Так вот Селективные данные Соответствуют Операторам If И Case Вообще Селективные данные Представляют собой Набор Допускающий Использование Одного И только одного Элемента данных В каждый Конкретный момент Времени Соответствующими Командами Выполняющими Фактический Выбор данных Являются Операторы If Then Else Или Case Так программа Расчета зарплаты Должна быть Должна выполнять Разные действия В зависимости от того Какой является Оплата труда Конкретного сотрудника Сдельной Или повременной Ну и На картинке Это выглядит Следующим образом Это Как бы Идут входные данные Такой ромбик И дальше Направо И налево Выбор То есть Каких-то данных То есть If Else Или Case И на выходе Опять-таки Одни данные Ну то есть Мы выбираем Что считать Какие данные Брать для расчета И дальше Все равно Формируем Какой-то на выходе Один поток данных Так 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 Это шахты Какие-то Ну ладно Погнали Дальше Итеративные данные Соответствуют Циклам То есть Есть Последовательные данные Есть Селективные данные И Есть Вот Итеративные данные Итеративные данные Представляют Собой данные Одного типа Повторяющиеся Более одного раза Обычно Они хранятся Как элементы Контейнера Записи файла Или элементы Массива Скажем Вы бы могли Хранить в файле Список номеров Карточек Социального Обеспечения Для чтения Которого Было бы Разумно Использовать Соответствующий Цикл Реальные данные Могут быть Комбинацией Последовательных Селективных Итеративных Данных Для Описания Сложных Видов Данных Подойдет Комбинация Простых Ну как бы он Тут описал Эти все данные И че И непонятно Че Ладно Дальше Идем Дальше у нас Единственность Цели Каждой переменной Используйте Каждую переменную Только с Одной целью Иногда Есть соблазн Вызвать Одну переменную В двух разных местах Для решения Двух Разных Задач Обычно В таких случаях Переменной Приходится Присваивать Неудачное Имя Соответствующее Одной Из ее Целей Или Использовать Для решения Обеих Задач Временную Переменную Как правило С бесполезным Именем X Или TMP Избегайте Переменных Имеющих Скрытый Смысл Другой способ Использования Переменной Более чем С одной Целью Заключается В том Что разные Значения Переменной Имеют Разный Смысл Ну Пример Сейчас я Приведу Пару Примеров Значение Переменной PageCount Предоставляет Число Отпечатанных Страниц Однако Если оно Равно Минус Один Значит Произошла Ошибка Если Значение Переменной Customer ID Меньше Пятисот Тысячам Меньше Чем Пятьсот Тысяч Оно Представляет Номер Заказчика Если Же Больше Вы Вычитаете Из него Пятьсот Тысяч Для Определения Номера Просроченного Счета Ну Еще Один Пример Положительные Значения Переменной Byte Writen Bytes Writen Представляет Число Байт Записанных В Выходной Файл А Отрицательные Номер Диска Используем Ого Для Вывода Данных Избегайте Подобных Переменных Имеющих Скрытый Смысл Формально Это Называется Гибридным Сопряжением Переменная Разрывается Между Двумя Задачами А это Означает Что Для Решения Одной Из Задач Ее Тип Не Подходит В Одном Из Этих Примеров Переменной PageCount В нормальной Ситуации Определяет Число Страниц Это Целое Число Однако Значение Минус Один Указывает На Ошибку Целое Число Работает По Совместительству Булевой Переменной Так Кучу Трупов Нашел Погрызли Зверя Человека Убили Выстрелом Тут Ничего Нет Это Кто Тут Ну Зверь Это Порезе Но У людей О Че Это О Это Походу Это Барышня Которую Ищет Муж Понятно Понятно Так Все Итак Даже Если Применение Переменных С Двойной Целью Вам Понятно Его Не поймет Кто Нибудь Другой Дополнительная Ясность Которая Можно Достигнуть Благодаря Использованию Двух Переменных Для Хранения Двух Видов Данных Удивит Вас Никто Не Упрегнет Вас В том Что Вы Пустую Тратите Ресурсы Компьютера Убеждайтесь В том Что Используются Все Объявленные Переменные Использование Переменной С Множественной Целью Имеет Противоположность Переменную Можно Не Использовать Вообще Card Church И Aggressi Обнаружили Что Наличие Неиспользуемых Переменных Коррелировали С более Высоким Уровнем Ошибок Выработайте Привычку Проверять Что Используются Все Объявленные Переменные Некоторые Компиляторы И утилиты Предупреждают О наличии Неиспользуемых Переменных Так Давайте Наверное Все равно В шахту Еще придется Лезть Но я сейчас Бегаю К этому Штриху Который Потерял Жену И К Шерифу Маркусу Походу Это Те люди Которых Там Он Искал Так Где Этот Штрих Вот Он Да Нашлась Мне 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 Жаль Дружище Так 500 очков Опыта Я получил И кармы Смотрите Карма Растет А ну К Брокен Хиллс Любят В аббатстве Любят Ладно Теперь Побеги Побеги К этому К Шерифу Ну А потом Сходим В Ньюрина В Ньюрина Как он там Говорил На букву Р Этого Зовут Кого-то Там Которому Надо Сказать Слово Пароль И Тогда Он Даст Деталь Какую-то И Тогда Я Приду Тут Что-то Починю А Ну И Тогда Походу Этому Зомбаку Можно Будет Включить Кондиционер Точно Если Я Починю Так Сейчас Ну Десятая Глава У нас Можно Сказать Закончилась То есть Тут Остались Контрольный Список Общие Вопросы И Ключевые Моменты И Сейчас Я Это Зачитаю Насчет Пропавших Людей А Опыта Не Не Дали Могу Опыта Дать Ладно Погнали В Ньюрина В Ньюрина Или Подождите Давайте У этого Узнаем Карваны Ходят Или Не Ходят Если Ходят Карваны В Ньюрина То Можно Заодно Выполнить Работку Так Контрольный Список Общие Вопросы И Использование Данных Инициализация Переменных В каждом Лим Методе Проверяется Корректность Входных Данных Переменные Объявляются Около Места Их Использование В первый Раз Инициализация Инициализировали Ли Вы Переменные При их Объявлении Если Такое Возможно Если Переменные Невозможно Объявить И Инициализировать Одновременно Вы Инициализировали Их Около Места Использования В первый Раз Правильно Ли Инициализируются Счетчики И Аккумуляторы Выполняется Ли Их Повторная Инициализация Если Она Необходима Охренеть Осуществляется Ли Правильная Повторная Инициализация Переменных В коде Которые Выполняются Более Одного Раза Код Компилируется Без Предупреждений И Задали Ли Вы Самый Строгий Уровень Диагностики Так Погодьте У меня Правильное Сохранение Ну Вроде Да Если Язык Поддерживает Неявные Объявления Переменных Постарались Ли Вы Предотвратить Возможные Проблемы Ну И Список Вопросов Это было По Инициализации Переменных А Сейчас Другие Общие Вопросы Использования Данных Еще Будем Валить Собак Ну Давайте Попробуем Хотя Надо Наверное Отбежать Я Отбегу Все ли Переменные Имеют Как Можно Меньшую Область Видимость Является Ли Обращение К Переменным Максимально Сгруппированными Как В плане Интервала Между Обращениями Так И В плане Общего Времени Жизни Соответствуют Ли Управляющие Структуры Типам Данных Все ли Объявленные Переменные Используются Все ли Переменные Связываются В подходящее Время То есть Соблюдаете Ли Разумный Баланс Между Гибкостью Позднего Связывания И Соответствующей Ему Повышенной Сложностью Каждая Ли Переменная Имеет Одну И только Одну Цель Не имеют Ли Какие Нибудь Переменные Скрытого Смысла Блин Окружили Выйти Не могу Ну и Ключевые Моменты Неграмотная Инициализация Данных Часто Приводит К ошибкам Описанные В этой Главе Ну Зачитанные В этой Главе Способы Инициализации Позволяют Избежать Проблем Связанных С Неожиданными Первоначальными Значениями Переменных Минимизируйте Область Видимости Каждой Переменной Группируйте Обращение К Переменным Старайтесь Сделать Переменные Локальными Для методов И классов Избегайте Глобальных Данных Располагайте Команды Использующие Одни и те же Переменные Как можно Ближе Друг к другу Раннее Связывание Ограничивает Гибкость Но Минимизирует Сложность Программы Позднее Связывание Повышает Гибкость Но за это Приходится Расплачиваться Повышенной Сложностью Используйте Каждую Переменную Исключительно С одной Целью Итак Эта глава Закончилась И на сегодня Все А в следующий Раз Начнем Главу 11 Которая Называется Сила Имен Переменных Вот Будут Обсуждаться Имена Переменных Кстати Это тоже Немаловажно Потому что Я уже где-то Говорил Когда-то Что бывает Надо еще Подумать Как же Назвать Переменную Так чтобы Она Соответствовала Ну Ее Назначению Ну а Сейчас Я добью Этих Собак Зайду Нью Рина И потом Ну Остановлю Запись Поэтому По поводу Книги Все Кто хочет Досмотреть Конечно же Досматривайте Походу Я уже Помер Значит Я буду Ити Все Равно Юрина Блин Какие-то Долбаные Собаки Я В броне С Этам Блин С Ружьем Какие-то Долбаные Собаки Загрызли О А что Это За Штрих Я С Ни Разу Не Общался О Он Какие-то Самоцветы Ищет Я Понял Я Понял Ну Ладно 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 Где тут Юрина Блин Надо же Как-то Дойти Туда Это Собаки Это Еще Какие-то Беспредельщики Тут Реально Блин Ходить Опасно Это Я Уже Более Менее Прокаченный И Все Раун И Все Раун Опять Наверное Сейчас Дохну Хотя Надо Было Убежать И Все Что Это Такое Путешественник Я Никак Не Могу Это Типа Я Лечу По Попутешествовать Одной Попутешествовать Без Башни Вообще Ладно Мы же Убить Да ладно Там Походу Нечего И Забирать Даже Ай-яй-яй-яй-яй Уже Почти Дошел О Нормально Я Сейчас Стану Где-то Тут Они Пусть Воюют Друг С Другом А я Потом Уже Где-то Я Натыкался Дело В том Что На Такие Разборки Я Постоял Подождал Они Перевалили Друг Друг Там Осталось Несколько Недобитков Ну Я Потом Их Добил И Все И Забрал Там Оружие Поэтому В принципе Подождем Надеюсь Получится Так Что Останется Двое Они Выстрелят Одновременно И Сразу Помрут Я Конечно Опыта Не Получу Но Вещичек Подмучу Это Какие-то Самураи С мечами Они Пока Добегут До этих Уже Их Перебьют Да Реально Блин Даже А Типа Ножик Бросил Не Походу Мне тут Мало Чо Светит Потому Что Этих Уже Осталось Мало Их Сейчас Походу Перебьют Ну Да Не Я Наверное Все Таки Отойду Блин Реально Они Даже Никого Не Убили Эти Самураи Они Не Этого Завалили Ну В Синем Костюме Но Он Скорее Всего Просто Потерял Сознание Так Так И че И че И че И че А ну Если я попробую Стрельнуть В этого Штриха 29 А не А че Они никуда Не уходят Ладно Ну их Нафиг Ну и вот Наконец Зашли мы В Нью Рина Надо Кого-то Найти На букву Р О Вот А тут Веселье Казино Какое-то Ладно Наверное Это уже В следующий раз В следующий раз Тут Полазим Основательно Да И в следующий раз Я скажу Че это за место И все такое Ладно На сегодня все Всем спасибо за внимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем И все такое Всем спасибо за внимание Всем пока